Первый авторитет Ленинграда – ФЕКО. 7 апреля 2004 года в канун Великой Пасхи, около полусотни друзей с почестями проводили в последний путь Владимира Викторовича Фектистова, человека, который в 70-е годы считался в Ленинграде едва ли не самой популярной личностью. Легендарный ФЕКО, вошедший в историю бандитского Петербурга как дедушка русского рэкета, скончался от цирроза печени, не дожив до 59 лет. Он был отпет в князь Владимирском соборе и похоронен на Нововолковском кладбище. Владимир Фектистова называли если не родоначальником, то предшественником современной российской аркпреступности, еще в застойные 70-е он создал первую организованную группу, говоря современным языком, бригаду, хозяйничавшую на Невском и наводившую ужас на мирных горожан. Только лишь в 1980 году по личному распоряжению первого секретаря Ленинградского обкома партии Григория Романова милиции КГБ как следует взялись за команду ФЕКИ. Поводом для этого послужила, согласно легенде, публикация о ФЕКТИСТОВИ в западногерманском шпигеле. Найти эту статью корреспонденту ЧОГОДНИ не удалось, нет никаких упоминаний о ней в уголовном деле. Но многие утверждают, что видели ксерокопию статьи под названием «Мафия в белых воротничках». Правда, опубликована она была не в Шпигеле, а в Штерне. Был там и снимок. ФЕКТИСТОВИ с друзьями отдыхают на Южном пляже, в их компании, полковник милиции по кличке Бандик. Есть и другая версия событий. Публикация о ФЕКИ появилась на самом деле в итальянской газете Ла Стампа. Корреспондент, который тайком заснял ФЕКТИСТОВА с друзьями в ресторане Баку, журналисту показала эту компанию его знакомая, бывшая девушка ФЕКИ. Она же в отместку своему бывшему байфренду наговорила итальянцу кучу небылиц про русскую мафию, которые тот добросовестно опубликовал. Как бы там ни было, но какая-то из этих публикаций оказалась на столе у председателя КГБ Юрия Андропола. Григорий Романов получил соответствующую команду, и с той поры судьба ФЕКИ была предрешена. Следствие и суд поставили точку в истории его коллектива. Могила Владимира ФЕКТИСТОВА. Следующая бригада возникла на берегах Невы и Нескоро, только лишь в конце 80-х, с появлением кооперативов и рыночных отношений. Эта бригада Акали Карате, просуществовавшая очень недолго. Затем же бригады стали расти как грибы, и началась эпоха бандитских войн. Рэкетир ФЕКО по легендарности ФЕКО можно сравнить с Ленькой Пантелеевым или Сонькой Золотой Ручкой. Говорили, что его ребята обкладывали данью едва ли не всех питерских цеховиков, фарцовщиков, валютщиков, контролировали катраны, подпольные карточные дома, проституцию, нелегальную торговлю алкоголем, занимались скупкой перепродажи краденого, поставили на поток выбивания денежных долгов. В общем, вели активную коммерческую деятельность и были, по советским временам, несметно богаты. Но есть и другая точка зрения, согласно которой ФЕКО был всего лишь картежник, тунеядец и плейбой. Главаря мафии питерские власти из него сделали искусственно. И потому дело ФЕКО было столь же показательным, как и громкие диссидентские дела. Банда Владимира ФЕКТИСТОВА 9 октября 1981 года председатель Куйбышевского райсуда город Ленинграда Зарина Павловна Антяжко вынесла приговор Владимиру ФЕКТИСТОВУ, Аванису Каплоняну, Александру Плиеву и Евгению Цветкову. Первые трое числились неработающими. Цветков заведовал бане на 24. ФЕКТИСТОВУ было в то время 35 лет. Он успел поучиться в Ленинградском инженерно-строительном институте, был дважды суден, за валютные операции и за дебош в ресторане. За 12 лет после своего предыдущего освобождения он официально проработал в общей сложности менее трех лет, слесарем, экспедитором в столовой и грузчиком в универсами. Но, скорее всего, эти места работы были эффективными. С помощью записей в трудовой книжке ФЕКТИСТОВУ спасался от обвинений в тунеядстве. Он жил вместе с родителями-пенсионерами, женой и 14-летней дочерью в трехкомнатной кооперативной квартире на площади Победы, купленной родителями еще в 1957 году. Это был один из первых кооперативных домов в Ленинграде, в этой же квартире ФЕКТИСТОВУ и закончил свои дни. Притом ФЕКТИСТОВУ порой неделями не бывал дома, жил то у друзей, то на съемных квартирах. Ездил на белых Жигулях шестой модели, что считалось в то время шиком. Машина, кстати, была записана на отца, и на суде ФЕКТИСТОВУ старший утверждал, что купил ее на свои деньги. Суммы, конфискованные у ФЕКТИ и его подельников, были вовсе не фантастическими, в пределах тысячи рублей. Всем четверым обвиняемым вменялся схожий набор статей ЮК. Кража, грабеж, мошенничество, вымогательство, хулиганство. ФЕКТИСТОВУ дополнительно был признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику милиции в хранении 20 граммов анаши, от цветков, в должностном подлоге. Он фиктивно устраивал на работу в баню своих знакомых и не оприходовал казенные простыни, нанеся бане значительный материальный ущерб. Владимир ФЕКТИСТОВ получил самый суровый срок, 10 лет строгого режима, его подельники, соответственно 9, 8 и 5 лет. О каждом из подсудимых в приговоре было сказано, вел разгульный образ жизни, часто посещал рестораны и бары города Ленинграда. Звучит смешно, но при том чистая правда, компанию ФЕКТИСТОВА знали во всех увеселительных заведениях города. Связываться с ФЕКТИСТОВА и его друзьями боялись. Силовые вопросы в компании, как правило, решал Евгений Цветков, друзья его звали Бык, профессиональный боксер, бывший офицер. Порой достаточно было одного его грозного вида, чтобы безропотно подчиниться. Часто в одних компаниях с ФЕКТИСТОВА бывал и другой боксер Юрий Рэй, имевший не только скандальную, но и громкую спортивную славу. По странному совпадению, его команда тоже была зачищена органами в том же году, но в рамках другого уголовного дела. Срок и ФЕКТИСТОВА свой второй, условный. Срок в 1972 году ФЕКТИСТОВА получил за хулиганство в ресторане. Бывало, что за ресторанный дебош и он залетал и на несколько суток. Адвокат Сурин Задьян вспоминает, что когда он длительное время работал по одному делу в Сочи, на него там неожиданно вышел его питерский знакомый, Владимир ФЕКТИСТОВ. Оказалось, что ФЕКТИСТОВ, едва приехав в Сочи, успел накуролесить в местном ресторане, и потому срочно нуждается в услугах защитника. ФЕКТИСТОВ, ФЕКТИСТОВ. Очевидно, что если перед оперативно-следственной бригадой в 1980 году стояла задача накопать на ФЕКТИСТОВ как можно больше компромата, то без ресторанных эпизодов в обвинительном заключении было не обойтись. Всего ФЕКТИСТОВу предъявили шесть эпизодов хулиганства. В частности, он обвинялся в том, что 22 ноября 1980 года в ресторане «Тройка» на глазах посетителей по незначительному поводу столовым ножом обрезал неустановленному официанту УЗ. Как показали свидетели, официант был наказан за то, что принес польскую водку, которую ФЕКТИСТОВ не любил, а вдобавок некоторым гостям не хватило стульев. Однако установить официанта, лишившегося УЗА, так и не удалось, и потому в суде эпизод рассыпался. Чуть ранее, в сентябре, Владимир ФЕКТИСТОВ, по версии следствия, избил в ресторане крыша гостиницы европейских граждан Смирнова и Галкина, повредив в процессе драки имущество ресторана на сумму 240 рублей. Как выяснилось, драку спровоцировала девушка Лиля, которая пришла в ресторан вместе со Смирновым и Галкиным, но пересел от них за столик к ФЕКТИСТОВу. Когда Смирнов подошел к Лиле узнать, в чем дело, он тут же получил удар в лицо, и завязалась драка. Кстати, по окончании ее ущерб ресторану был незамедлительно возмещен командой ФЕКТИ. И, наконец, три эпизода, в которых ФЕКТИСТОВ полностью признался, в течение года он трижды жестоко избивал свою подругу Нину по прозвищу Гаврош. Было это в ресторанах, при огромном количестве свидетелей, и потому отрицать очевидное не имело смысла. На суде ФЕКТИ раскаивался в случившемся и объяснял свои поступки исключительно ревностью. Сама Женина Гаврош заявила буквально следующее. ФЕКТИСТОВ меня ногами не бил. Руками тоже не бил. Если бил, то, значит, сама заслужила. Кстати, в ходе следствия оперативники, 9-й отдел УР, не раз примеряли на ФЕКТИ такую серьезную статью, как изнасилование, и проводили работу с потенциальными потерпевшими. Но ни одна из них не согласилась написать подобное заявление. В деле есть лишь рассказ танцовщицы балета на льду о том, как люди ФЕКТИ насильно увезли ее с подругой из ресторана в какую-то квартиру. Испугавшись, девушки закрылись в туалете и провели там всю ночь, а утром благополучно ушли. ФЕКТИ же при этом мирно спал. Вероятнее всего, ФЕКТИСТОВ удалось избежать столь серьезной статьи по одной причине, дамы искренне его обожали и не желали ему неприятностей. А потому прощали то, что никогда не стали бы прощать другому, грубость, мордобой. Столь сильно было его обаяние и велика харизма. Кстати, ФЕК оставался верен своим привычкам и в преклонном возрасте, буквально за пару лет до смерти, оперативники РУБОП задерживали Владимира Викторовича на несколько суток по заявлению его знакомой, которой он якобы сломал четыре ребра в мотеле Ольгина. Злостное хулиганство А вот пример хулиганства особо злостного, с легкими телесными повреждениями. Часть третья статьи 206 Старого УК. В декабре 79-го года ФЕКТИСТОВ, как гласит приговор, ударил ножом в спину своего собутыльника Мираба Курашвили. Произошло это так. Гражданин Курашвили решил отметить в ресторане Баку с друзьями день рождения Сталина. Выйдя на улицу после вечеринки, Мираб крикнул по-грузински своему земляку Раулю, поедешь или нет. Стоявшему рядом ФЕКТИСТОВ, послышалось что-то оскорбительное, и он крикнул в ответ, «Чего тебе надо, педераст?» Завязалась драка, в которой принял участие 20-летний студент педиатрического института Михаил Мирилашвили, он тоже был в компании. По его словам, он растаскивал дерущихся в стороны, а, по словам свидетелей, помогал ФЕКТИСТОВ. Во время потасовки ФЕКТИСТОВ, как следует из дела, ударил Мираба в спину складным ножом. Ранение оказалось легким, на следующий день бывшие враги выпили и примирились. На суде все свидетели отказались от своих прежних показаний, да и сам Курашвили настаивал, что ФЕКТИСТОВ не мог его ударить. Однако ФЕКТИСТОВ был признан виновным и в этом эпизоде. Ну а в каких кражах обвинялся ФЕКТИСТОВ? Их две. В конце февраля 1980 года, в ресторане Баку вступил в преступный сговор с Цветковым на завладение цепочки, принадлежащей гражданке Поляковой. С этой целью Цветков пригласил Полякову на танец и снял с шеи Поляковой золотую цепочку с крестиком и подковкой ценой 450 рублей. Крестик Цветков передал ФЕКТИСТОВ, а цепочку оставил себе. В начале апреля 1980 года в вестибюле ресторана Невский ФЕКТИСТОВ по предварительному сговору с Цветковым на похищение у гражданки рулевой золотой серьги своим разговором отвлек ее внимание. А Цветков неустановленным способом незаметно снял сухо золотую серьгу ценой 100 рублей, но завладеть ей не удалось, так как серьга упала, и потерпевшая, услышав звон, потребовала вернуть серьгу, что Цветков и сделал. Мафия ФЕКТИСТОВ, согласитесь, хоть все вышеперечисленные поступки трудно назвать благородными, однако они никак не свидетельствуют о сплоченной мафиозной команде. Скорее, пьяное ухарство, дурь, наглость. Отчего же ФЕКТИСТОВ заслужил свое прозвище дедушка русского рэкета? Перейдем к эпизодам самым серьезным, мошенничеству и вымогательству. Итак, в 1977 году молодой человек по фамилии Садков, тренер по теннису, встретил в истории знакомого, осетина Сашу Плиева. Бывший студент консерватории, Плиев постоянно крутился в компании ФЕКТИСТОВА, чем занимался, непонятно, но всегда был при деньгах. Плиев показал Садкову на крупного золотозубого мужчину, сидевшего за соседним столиком, этот мебельщик меня обыграл в карты. Помоги мне отыграться. Договорились, что Садков будет следить во время игры за знаками Плиева, а выигрыш они поделят пополам. На квартиру поехали вместе с мебельщиком, Капланином и ФЕКТИСТОВАМ. Играли вчетвером, без ФЕКТИ, тот лишь наблюдал за игрой. При этом продолжали выпивать. Внезапно Плиев и Капланин вышли из игры. Когда открыли карты, оказалось, что Садков должен мебельщику 12 тысяч рублей. В подтверждение тому, что это не шутка, ФЕКТИ и Капланин достали складные ножи. В сопровождении Плиева, своего недавнего союзника, Садков поехал по друзьям занимать деньги. К счастью, он отделался половиной суммы. Вот другой эпизод. В июле 1980 года по сговору с Альпировичем, воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения гражданина Моисеева, ФЕКТИСТОВ вовлек Моисеева в азартную картежную игру на деньги. Альпирович во время игры постоянно подливал в стакан Моисеева шампанское, а сам не пил. Проигрыш таксиста Моисеева составил 26 тысяч рублей, но его пощадили, взяли всего 6 с половиной тысяч. Для справки, новый автомобиль Жигули стоил в то время около 8 тысяч. Кстати, жертвы карточных игр специально подбирались с компанией ФЕКИ из числа тех, кто такими деньгами располагал либо мог их занять. Что же касается упомянутых игроков из команды ФЕКИ, мебельщика, Артем Меликов, и Альпировича, то оба они не дожили до суда. Меликову неизвестный на улице всадил в сердце нож, а бывший морской офицер Борис Альпирович скончался от рака. Кстати, на квартире покойного Меликова был найден специальный станок для крапления карт, нанесения оттисков, вымыв, заточки углов. После суда он был передан в кабинет по изучению технических средств преступников при ГУВД. Подобных случаев было немало. До суда дошли не все. Рекордный проигрыш принадлежит некоему Николаеву, он продул компанией ФЕКИ из 100,5-2 тысячи рублей. Правда, не в карты, а в шмен. Так называется азартная игра с использованием денежных купюр, вариант Блэк Джека. Люди ФЕКИ здесь подошли к игре творческие. Номера купюр изменялись с помощью специального красителя, который легко стирался влажным пальцем. Именно такие купюры были изъяты у Капланина. Ни один из проигравших, разумеется, не выплачивал команде ФЕКИ всю сумму полностью. Однако спустя время человеку могли напомнить, что на нем висит долг. Некоторые находились в подобной кабале годами. Покровители ФЕКИ как могло случиться, что ФЕК Тистову и его друзьям все сходило с рук? Во-первых, далеко не все пострадавшие бежали в милицию. А во-вторых, ФЕК умел объяснять людям, что бежать туда бесполезно. Когда в ресторане Невский молодой человек по прозвищу Калянос проиграл людям ФЕКИ, Капланиану и Исабикану, 7000 рублей, у него тут же отобрали в счет долга часы Сейка, выпотрошили карманы, взяли номерок от гардероба и назначили стрелку у гостиного двора. Домой Калянос пошел раздетым, а когда на следующий день пришел к гостиному, то увидел свою дублинку на плечах Капланина. Данный факт Калю страшно возмутил, и он заявил, что идет в милицию писать за его. Калю, конечно, слегка побили, но напоследок с усмешкой сказали, хочешь, иди. В пятом отделении милиции инспектор Юрьев, выслушав Калю, тут же достал из ящика потерянный номерок от гардероба и предложил пройти в ресторан Невский. Дубленко Кали чудом успела вернуться на свое место, и гардеробщик, пожимая плечами, подтвердил, что висит она со вчерашнего дня. За этой сценой, посмеиваясь, наблюдали Калины обидчики, тут же вместе с Юрьевым они направились в бар, пообещав Коле напоследок неприятности, и преследовали его в течение трех лет. Инспектора Юрьева, правда, уволили из милиции за грубые нарушения социалистической законности, после этого он решил избрать себе поприще официанта и поступил в кулинарный техникум. Но были у феки защитники посерьезнее, например, начальник угрозыска Дзержинского РУФД подполковник Юрий Ломовацкий, полковник информационного центра ГУВД Бондарев, Бандик, инспектора угрозыска Гушулей, Осыка, Черногор. В деле есть сведения, что они не раз вызволяли людей феки из милиции, утрясали конфликтные ситуации и участвовали в ресторанных гулянках за счет фектистова. Ломовацкий, кстати, предупредил феку об аресте, и тот две недели скрывался на квартире у знакомой, пока его не вычислили. После дела фектистова в милицейских рядах прошла суровая чистка, было уволено несколько десятков сотрудников. По неофициальной информации, пострадало за связь с фекой и несколько работников КГБ. Как видим, фека не только явился предшественником арк преступности, но и взрастил первых оборотней в погонах. Дело фектистова Дело фектистова расследовал сперва третий отдел главного следственного управления, его в то время возглавлял Аркадий Крамареев, а позже горпрокуратура при оперативном обеспечении управления уголовного розыска. Уровень следствия, заметим, был несравнимо выше нынешнего, каждый эпизод изучался во всех ракурсах и подробностях, а потому в деле практически невозможно было отыскать прорехи. Если что и вызывают сомнения, так это 20 с лишним граммов анаши, найденные у фектистова при задержании. В деле есть сведения о том, что фека с друзьями порой забивали косяки, но носить с собой дозу, зная о том, что тебя могут в любой момент взять, право же, неразумно. О том, что анашу ему подбросили менты, фектистов говорил не только на суде, но и спустя годы, в частных беседах. Остальные же эпизоды, сомнений не вызывающие, кажутся сегодня детскими шалостями. Мордобои, вывихи, зуботычины, все, чем отделывали жертвы феки и его компании. Не было на их счету ни крови, ни убийств. Не было и приписываемого им контроля над теневой жизнью Питера, фарцовкой, проституцией, цеховым производством. Иначе пара подобных эпизодов непременно бы попала в дело. Что же было? Пьяный кураж, бесшабашный разгул, прожигание жизни, своеобразное эпикурейство, сопряженное с ощущением вседозволенности. В деятельности последующих бригад, как у того же Кали Карате, будет поначалу заметен элемент робинготства, пусть даже ложного. У команды феки ничего подобного не было, они даже не имитировали борьбу за справедливость, а лишь популярно объясняли своим жертвам, долги нужно платить. Граждане судьи, во имя гуманнейшего принципа советского правосудия, гарантирующего подсудимому объективность и беспристрастность рассмотрения его дела, «Прошу суд оправдать меня по всем статьям, кроме 206 часть 2. Находясь уже около года в следственном изоляторе, я осознал глубину своего падения, в дальнейшем сделаю все для искупления своей вины и буду приносить только пользу для нашего общества и государства», так заявил Владимир Феоктистов в своем последнем слове. Но надежды его были тщетны. Столь же тщетно адвокат Юрий Колкин, позже эмигрировавший в США, доказывал в своих касационных жалобах, что суд совершенно неправомерно признал Феоктистовы организатором таких преступлений, как кража, вымогательство, грабеж и мошенничество. Организаторская деятельность согласно тогдашнему уголовному кодексу была наказуема лишь по 11 конкретным статьям, ни одна из которых Феоктистову не вменялась. Но приговор, похоже, был предопределен волей первых лиц города и государства. Феоктистов отправился в Тайшетскую зону валить лес, был назначен бригадиром, систематически выполнял дневную норму, встал, по мнению начальства, на путь исправления и потому вернулся в Ленинград на год раньше, чем положено. В 1989 году. Конец уголовной карьеры все, происходящие с Фекой за последние 15 лет его жизни, можно назвать эпилогом к его карьере. В городе его сперва встретили с почестями, и старые друзья, и молодая бандитская поросль. Вместе с освободившимися ранее Цветковым и Копланиным Фека попытался создать свой коллектив. Плиева рядом с ними не было, еще во время суда у него испортились отношения с подельниками из-за его чересчур откровенных чистосердечных признаний, и он после отсидки не вернулся в Ленинград из соображения безопасности. По слухам, Плиев даже изменил внешность с помощью пластической операции и обосновался в Грузии. А Фека со своим коллективом решил взять под контроль Пулковскую, где у него был персональный столик в ресторане, под номером 38, и ряд коммерческих структур. Но вписаться в новую реальность, гораздо более жесткую, чем славные 70-е, ему так и не удалось. Находясь в 1991 году вместе с молодой женой в США, по гостевой визе, Фектистов узнал, что его друзья, под следствием, и лучше ему домой не возвращаться. Фека вполне мог сделать себе карьеру на Брайтоне, где обитало немало былых приятелей и собутыльников, там только поднимала голову русская мафия. Но Америка Фекки не приглянулась, он вернулся, жил в Москве у друзей, при этом продолжал кутить в ресторанах, и потому, совсем скоро, возвращаясь домой, столкнулся у подъезда с поджидавшей его роты автоматчиков. В московском райсуде Петербурга Фектистов и его подельники обвинялись в ряде вымогательств, у таксистов, кормившихся возле Пулковской, у проституток, у владелицы кафе-магазина Волна Мары Козырицкой, супруги скандального экс-глава курортного района. Но эпизоды сыпались, было очевидно, что обвиняемые давали показания под давлением сотрудников РУБОП. В 1995 году Фектистов и Цветков получили по этому делу реальные сроки, Фека был освобожден в том же 1995, а Ванис Капланян был полностью оправдан. Кстати, Капланян, единственный из былой команды, превратился в респектабельного и состоятельного бизнесмена. В поле зрения органов он попал лишь один раз, да и то случайно, когда в октябре 2003 года опера брали на стадионе Петровский Артура Джижевича, то вместе с ним по ошибке прихватили сидевшего рядом Капланина с охранниками. Но тут же извинились и отпустили. Фека в последние годы сторонился как криминала, так и легального бизнеса. Жил он довольно скромно, по слухам, даже работал за весьма среднюю зарплату в службе безопасности одной из крупных структур. Но поскольку, как и 30 лет назад, Фека, говоря словами судья Антяжко, она скончалась в 1998 году, продолжал вести разгульный образ жизни, посещал бары и рестораны и города, то избежать экстремальных ситуаций не мог. Правда, теперь они кончались иначе, невзирая на седины и боевую славу, Феку избивали за приставание к девушкам то спортсмены, то воры. Адвокат Сергей Березовский, защищавший Фектистова по последнему делу, в беседе с корреспондентом высказал следующее предположение. Если бы так называемое охранное движение, или попросту крышевание, пошло с конца 80-х по пути Фектистова, получению денег за реальные услуги по обеспечению безопасности, то не было бы той кровавой мясорубки, которую мы имели в дальнейшем. Их деятельность носила довольно гуманный характер. Фектистов не имел никакого отношения к бандитскому беспределу 90-х, да и дедушкой русского рэкет он никогда не был. Хотя самому Фектистову, по свидетельствам многих, было очень лестно, когда его так называли. Именно под этим прозвищем он и вошел в историю. Короткие встречи Михаил Боярский рассказывал об одной из своих стычек с командой Феки. Было это в конце 70-х в Европейской. К столу, за которым актер сидел со своей компанией, были там, среди прочих, Никита Михалков и Наталья Фатеева, несколько раз приходил посланец от стола Феки и приглашал к ним присоединиться. Когда назойливость перешла границы приличий, друг Боярского, актер Аркадий Шалалашвили, еще одна будущая легенда бандитского Петербурга, разбил вазу и розочкой отпугнул незваного гостя. После этого обе компании примирились и даже посидели вместе в гостиничном номере. Однако Феки не успокоился и стал настойчиво приглашать Боярского к себе домой. Чтобы вновь не обострять обстановку, Михаил Сергеевич принял приглашение. Я так понял, он навшивость решил меня проверить, испугаясь или нет, вспоминает актер, чай пили, с дочкой его разговаривал, несмотря на ореол.